Приветствую вас. Вы знаете, вот я прочитал вашу историю. Мне бы хотелось вам задать вот такой вопрос. На самом деле, неважно, как мужчина себя ведет, неважно, какие у него желания, неважно, реализует он их или нет, давит он на вас или нет, успокоился ли он или нет. Это ценевательно. Важно другое. Важно другое. Ради чего вы переступили через себя, когда согласились на то, что вам вообще-то говоря не очень нравится. Вот ради чего вы это сделали? Что вами двигало? Что вы боитесь потерять? Вы боитесь что-то потерять определенно, потому что, иначе я не думаю, что вы бы согласились на то, что вам не нравится. И вот, собственно, этот вопрос, это этот момент, который, знаете, наставляет вас как бы быть с этим мужчиной, даже после того, как он вас принуждал к тому, чего вы сами, например, не хотите, да, а после того, как он давил на вас, после того, как он, по сути, манипулировал вами и так далее. Вот, понимаете, если вы на это соглашаетесь, значит, вы зависите от мужчин. Если вы соглашаетесь, значит, вам что-то именно от него нужно. И, наконец, если вы соглашаетесь, значит, по вашему мнению, по вашему мнению, только этот мужчина, и не какой другой, собственно говоря, не дает вам того, что вы от него получаете. И в этом ваша зависимость. Это то, что толкает вас, по сути, на обесплении всех его желаний. Да, вам уже сказали совершенно определенно, что у мужчины есть проблемы. Я думаю, что вы и сами догадываетесь, что у него есть проблемы. Но! Но! Понимаете, у мужчины-то могут быть какие угодно проблемы. У него могут быть какие угодно, там, не знаю, тараканы в голове и прочее. Это все не важно. Важно то, что вы идете у него на поводу. Ради чего? Вот этот вопрос, на который вам нужно ответить. Ради чего вы идете у него на поводу? Ради чего вы все это терпите? Ради чего вы согласились на то, что вам не нравится? Что заставляет вас это делать? Вот это вот и нужно с вами определить. Это и нужно вам для себя понять. Понимаете? И если вы это поймете, вы сможете от этого избавиться, вы сможете, как бы это лучше сказать, вы сможете стать независимым от него. И не делать то, чего вам не подошло. Если вам что-то не нравится, да, то никто, в том числе и ваш мужчина, не имеет права вас к этому принуждать. А он это делает. Вот почему вы так говорите, почему вы не отстаиваете свое мнение, почему вы принижаете себя в его глазах, снижаете свою ценность в его глазах. Вот на эти вопросы вам нужно ответить. Именно в вашей зависимости кроется корень проблемы. Когда и если от этой зависимости вы избавитесь, то есть найдете, что вам дает мужчина, сможете настоятельно это для себя получить, а заботитесь личными личными границами своими, да, будете защищать свои интересы и так далее, и так далее, и так далее, то вам по сути дела станет все равно, что делать. Потому что вы будете четко представлять, что вам вовред, а что на пользу. И то, что на пользу, и станет единственным для вас возможным решением этой ситуации. То есть другой ситуации у вас попросту не будет. И отсутствие выбора и станет окончанием ваших проблем. Ну а мужчина, с большей долей вероятности, можно сказать, что мужчина не осознает, что у него проблемы. С большей долей вероятности, можно сказать, что он сам к специалисту не обратится. С большей долей вероятности, можно сказать, что у него проблемы с самооценкой, проблемы с уверенностью в себе, проблемы с решением себя мужчины, с решением мужественности, своей мужественности. И отсюда у него все проблемы Но в случае с мужчиной, отмечать от вас, который обращается к нам, который понимает, что это проблема Мужчина, мужчина, это все то, что происходит, проблемы не считает И в результате, из-за того, что он не считает это проблемой Можно говорить о том, что по сути дела Именно с ним полюбовно решить эту ситуацию без ущерба вам нельзя Возникает вопрос Для чего вам и почему необходимо чертовать с собой и действовать ущерб своим интересам? Это не позволительно для человека, у которого есть двое детей За которыми вы следите и за которых вы несете ответственность Ну, нет у вас возможности с собой чертовать ради антажа и мужчины, когда у вас есть двое детей, которых нужно воспитывать Собственно, на этом все Вы можете пытаться дальше угодить своему мужчине, цепляться за иллюзию семьи Можете обратиться к специалисту сами, к психологу Чтобы он помог выявить вам причину вашей зависимости И избавиться от нее, чтобы стать свободным И когда вы будете свободны, проблема для вас исчезнет полностью Ну, а делать это или нет, решать, конечно, вам На этом все, надеюсь, что помог Если какие-то вопросы остались, я прочитайте свою личку, помогу Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго и удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!